Дорогие друзья из Индии, Мария Карпинская, добрый вечер, может для кого-то доброе утро, может для кого-то добрый день, а может для кого-то добрая ночь. Сегодня, сегодня я хочу поговорить, одну тему открыть такую, сейчас что-то я ее прямо немножечко так на ней задерживаюсь. Вы знаете, вот давайте представим, давайте поиграем с вами, вот я просто задам вам вопрос, как вы думаете, как меняется мир в зависимости от того, каким людям дает говорить. Вот одни говорят, допустим, на сценах там, я не знаю, где-то там в разных местах, вот Бузова говорит, там еще кто-то, говорят, ну я просто Бузова как бы, вот они говорят, они там утверждают что-то, материальные люди говорят. Ну разные, я просто не хочу вспоминать эти фамилии, и это все такое, или поют. Вот как вы думаете, и другие, допустим, читаются стихи Пушкина, поет Владимир Оксиковский, поет другие талантливые люди, которые действительно можно назвать бардами, поэтами. Будет ли, вот представьте себе на секундочку, что мы взяли и убрали из мира вот этих всех людей, таких, которых я называю графоманами, невеждами, необразованными. Вот мы их просто не убрали совсем из мира, извиняюсь, мы их просто отстранили. Мы им сказали, что вот ваше место вот там, ребята, занимайтесь чем-нибудь другим. А на их место поставили талантливых, везде читаются стихи великих, кого убивали, вот везде прославляются великие. И причем люди говорят, именно говорят те, кому дано говорить. Не каждому, знаете, сейчас самое интересное, ну я уже это говорила, что слово не у Бога, вот, а когда-то слово было у Бога, и слово было Бог. И когда слово не у Бога, а когда слово вот у таких невежественных людей, ну всем им дано сейчас говорить, они все там, опять же, вот видите, на самом деле я скрываю боль, когда я вот это говорю, я сейчас улыбаюсь и скрываю боль. Почему? Потому что эти люди все, вот они говорят, и своим говорением они творят тот мир, общий мир, в котором мы живем. Вот, а если бы их убрать и поставить других людей, истинных, да, великих поэтов, вот и все такое, как вы думаете, мир бы был такой же или он изменился бы? Я оставляю этот вопрос вам на засыпку. Просто вы сами подумайте и решите. Но вот для меня все очень очевидно. Все очень очевидно, и когда, допустим, какие-то люди под масками, вот, знаете, вы очень все обращаете внимание на внешнее. Но вы же вот, наверное, видели меня в разных позициях, извиняюсь, даже вот передач много, то я плохо выгляжу, то я хорошо выгляжу. Я живой человек, поэтому если у меня хорошее настроение, да, я выгляжу прекрасно. Вот, если у меня плохое настроение, и я перебаливаю что-то, болею чем-то, вот только сказала, уже сейчас отпускаю, то боль эта проходит через меня. А есть люди, вам больше нравятся куклы. Правда. Вам нравится, вот сидит какой-нибудь, ну, я вот знала очень хорошо такого клыкова, вот сидит он и говорит. Я тут послушала его вот передачу, честно говоря, охренела. Вот, потому что это вот, ну, действительно какой-то, я подумала, вот представьте на доле секунды, просто на доле секунды, что взять такого благообразного, святого человека и обрить. Вот убрать его бороду, убрать то, что является его магией. Что будет? Как он будет выглядеть? Вы же на внешнее обращаете внимание? Вы же не смотрите внутрь. Вот очень многие люди пишут, что у меня там зубы хорошие, что у меня там волосы, волосы хорошие. Ну, действительно, волосы неплохие, но они, кто-то говорит, седые, но они крашеные. Я подкрашиваюсь. На самом деле, вот видите, там у меня, если уж так интересно, вот там, у меня волос всегда был русый. Вот он, вот он прорастает, видите, вот сейчас прямо, вот оно видно даже. Вот, и я тут думаю, то ли мне отращивают такие, потому что ничего не сделаешь, но люди действительно покупаются на внешнее. Но у каждого человека, а сейчас о главном, сейчас о самом главном. Значит, я вопрос задала, теперь возвращаюсь к нему. Как вы думаете, если общаются два человека, они понимают друг друга, они хорошо относятся друг к другу. Как вообще вот, ну вот, допустим, там есть какая-то женщина, есть, допустим, я. Мы можем поменять друг друга внешне, потому что вы же любите внешнее, поэтому я уже о внешнем. Мы можем поменять друг друга внешне. Как мы друг друга видим? Я вот говорила сквозь числа, числа накладывают на нас старые, смерть и болезнь. Но еще мы друг друга все программируем. И вот представьте, что если мы на одной волне с кем-то, да, и вот эта одна волна, она рождает, вот, допустим, кто-то говорит кому-то, неважно кто кому-то, послушай, ты такая прекрасная. Он говорит, может быть, даже не о внешнем, он говорит о душе. У тебя золотое сердце, прекрасная душа. Вот в Индии это в полном наборе здесь. И когда один человек говорит это другому, такие прекрасные слова, он как бы становится зеркалом этого человека. И он, когда он говорит такие вещи, он видит себя в этом зеркале. То есть он себя видит, когда он говорит прекрасные слова. А тут тоже ему отвечают такими же словами. И это не правда, это все, то есть это все правда, это не ложь. Извините, это правда. То есть он действительно так чувствует, не лжет, не так, что он там это льстит или еще что-то, а действительно это видит, пусть на миг, на какой-то миг он видит это, он видит эту красоту и он ее говорит. В этот момент, когда он смотрит в другого человека как в зеркало и говорит это, он говорит это о себе, потому что души все прекрасны, есть единая душа и все мы вышли из единой души. Поэтому на самом деле, если с нас ободрать наш ум, если убрать вот эти все умствования, числа и так далее, мы все будем смотреться прекрасными людьми, мы все красивые, даже женщины там допустим 80 лет, 90, 100, вот ее внешняя оболочка это то, что ей люди запрограммировали, паспорт ее показывает, ну и так далее. Вот это вот все одежда выдает, потому что мода диктует, если ты вот так одет, ты не модный, значит ты уже все старый, понимаете? Вот все старый, а если нет этого, нет цифр, нет паспорта, то есть он есть, но его нет, мы на него не обращаем внимания. И мы стараемся всеми силами свой ум заткнуть, заткнись ум и увидеть душу другого человека. Так вы знаете, что я хочу сказать? Конечно, и та же Бузова, просто она, вот сейчас ей дали возможность словесную, она тоже прекрасна по-своему, она прекрасна внутри своей души, может быть прекрасной. Но сейчас сделали и оболочку какую-то определенную умственную, там, всем, понимаете, вот я не могу донести сейчас, мне так сложно. Все люди друг другу делают вид, называется, что вы мне таки делаете вид? Все друг друга люди переделывают, даже над ребенком склоняются, там бабка какая-нибудь, детка, еще кто? Ой, на бабушку похожа, а у бабушки нос картошкой, или еще что-нибудь. Понимаете, вот в Индии такого нет, здесь все дети как бы прекрасные считаются, он пришел в мир, его ждут, празднуют год вот этот, вы посмотрите там предыдущее видео, все ждут прихода, дают имя, имена божественные. Ну, у нас Наташа, Таня, не поймешь, чего это такое. А у них божественные. Кришна, Вишну, Шива, все имена. Ашок, кого не возьмите, Амба, это вот все в переводе означает, там, вот это божественные имена аватаров-богов. То есть здесь нет таких простых людей каких-нибудь, которые ничего не значат. Поэтому мы друг друга, вот если бы случилось такое чудо, те хотя бы, кто слушает меня, чтобы попробовали увидеть душу. Друг, вот я стою перед вами, ну, вы можете швырнуть в меня камень, вот мысленно, да, в мой огород. Можете побить меня мысленно, это тоже на самом деле вот битие, битие мое, постоянно, не битие, а битие. А вы можете увидеть душу, просто чистую, искреннюю душу, которая перед вами обнажается, постоянно я обнажаюсь и прыгаю перед вами. Вот есть эти самые проститутки, которые торгуют телом, понимаете, есть те проститутки, которые слова продают. Если слова продают за деньги, то это проститутки. Но лучше проститутки, которые тело продают, чем слова, потому что это страшнее. Вот понимаете, а если не продаваться, а я перед вами, а я перед вами обнажаюсь душой, разве вы этого не видите? Я могу защищать душу, да, самое главное, душу надо защищать, чтобы не съели, потому что это как цветок, затопчут, сожрут, кислотой польют, понимаете, да? Поэтому надо защищать душу любыми путями. И на это имеет право каждый человек. А у нас там учат. Учат, что вы будете такими, будьте мягкими, будьте добрыми, будьте хорошими. Ну да, будьте теми, кого съедят. Такие же хищники. Вот поэтому вы отличить пока не можете. Вот умствование тех, кто продает слова, ну это же так просто, узнайте. Вот человек говорит, вроде говорит истины такие, настоящие, вроде бы все классно. А вы узнаете, он торгует словами своими, он за это деньги получает. Он хуже проституток, которые обнажают свое тело и продают тело. Это хотя бы, знаете, тело. Вот. А я, обнажая свою душу перед вами, я не беру за это денег, я это делаю просто так. Я просто стою перед вами абсолютно обнаженно. Но если кто-то нападает, я сразу одеваюсь в определенные одежды и в рыло могу засветить кому угодно. Поэтому надо понимать, что цветки разные бывают. Я, конечно же, цветок, но я огненный цветок, который может обжечь любого человека. Для чего это я все говорю вам? Я это говорю вам для того, чтобы вы тоже разобрались с собой, поняли. И вот, знаете, стою я перед вами словно голенький, да? И вот если уж я стою перед вами голенькая, и вы видите в этом, вот эту красоту души, ни волос, ни зубов, ни ушей, там, что там еще бывает, ни глаз, а просто все-таки вот что-то, хотя глаза зеркало души, что-то такое, что живет в моих глазах, то плачет, то болит, то еще что-то, то счастливая я бываю. Понимаете? И когда все равно в моих глазах вот эта, она, боль, она всегда есть и будет, потому что я ощущаю боль всего мира. Как Володя Аксиковский тоже, когда пел, ведь он ощущал боль всего мира. Вот, и если вы ищите только... Или там что-то такое, бороды какие-то, то вы заблудитесь в этих бородах, это все магия. Ищите душу. И если вы находите во мне эту обнаженную душу, видите ее, это значит, что вы ее открыли в себе. А душа бессмертна и прекрасна. Друзья мои, женщины, мужчины, не важно, какого вы пола, я говорю, не важно, какого пола твой сосед, да? Важно, что вы начинать должны и любить, и видеть душу. Если вы увидели ее во мне, например, то обязательно, значит, вы ее увидели в себе. И значит, если вы полюбили душу во мне, допустим, то значит, вы полюбили ее в себе, о чем я говорю, к чему подвожу, понимаете? Значит, ваша душа удивительная, прекрасная, а ваша внешняя оболочка, она сейчас может быть сморщенной, старой, ужасной какой-то или там больной, потому что вы не просто живете, а вы перебаливаете этот мир, вы болеете этим миром. Но я хочу сказать, душа ваша болеет, чтобы душа не болела. Я, знаете, иногда отправлялась куда-то в одиночку, в одиночество, чтобы душу вылечить, чтобы крылья починить, чтобы душа снова летала. Ну, сложно, сейчас все сложнее и сложнее летать. И поэтому надо свою душу любыми путями защищать. Берегите души свои, дорогие мои, потому что ваши души прекрасны. И только душами вы прекрасны, все красивы и бессмертны. И увидеть вы себя не в зеркале можете, вы увидеть меня себя можете только в душе другого человека. Вот если вы увидели душу другого человека, душу, не ум, не внешность, не что-то там, не слова, а душу. Если вы почувствовали эту душу, увидели, как вот, допустим, когда я изучала Шива, еще раз Брама и Вишну. Я не видела такой души вот в Браме. Ну, Вишну, да, игрок прекрасный, тоже душа замечательная, Шива. И вот когда вы видите душу в ком-то, душу, значит, вы в себе ее видите. Когда вы подходите к зеркалу и плачете от чего-то, что вы увидели, чему вместо, вот радостное, да, и слезы. Вот это ваша душа показывается вам. Все, дорогие мои друзья, всего вам доброго. С вами Мэла Мария Карпинская. До свидания.